Помнишь эту тему? Нет, кабель трёхжильный. Ребят, всем привет, с вами Автостиль, меня зовут Дима. Сегодня я хочу вам рассказать про очень такой часто задаваемый, про очень нашумевший, наболевший вопрос SQ. Кто-то говорит, что вот это хорошо, кто-то говорит, что это не очень, кто-то говорит, что вот это хорошо, а кто-то живет с таким убеждением, что акустика Урал за трёшку, это SQ, да это не SQ, это, ребят, да уж извиняюсь, накипело, да, это не SQ, это знаете, это просто не эстрада, это просто дешевый звук, которым SQ назвать нельзя, это самообман, да, это как, ну, представляете, вот эти вот лопухи желтенькие из парка наклеить на автомобиль и думать, что это гоночный болид, вот то же самое. Давайте про SQ, бюджетное SQ с запасом, который мы собрали нашему клиенту, собрали на отправку. Вот такая кучка железа лежит, я вам сейчас покажу такой необычный анпакинг. Виброизоляцию положили, шумоизоляцию положили, короб будет типа стелс. Небрежно, да, получилось? Ребят, ну, да, вот так рука взяла, так, ну, набрался я храбрости, наглости, так сделать, а вы думаете, вот в транспортной они лучше, а потом все говорят, что в транспортной пи***цы работают, ну, они же все в этих упаковочках идут, в целлофане. Вот, видите, то есть тут все четко, надежно, мощно. Давайте по порядку. Я сейчас складываю вот эти коробочки. Херц, херц, видите? Вот это SQ. А урал это не SQ, это так, жалкое подобие. Качественное. Нет, это знаешь что, это дешевая китайская аналогия и закос под SQ. Ну, почему? Я не знаю, почему это SQ называют. Это вообще прям ну. Давайте по порядку. У нас есть чек. Чек. Давайте по чеку. Так, в состав этой аудиосистемы у нас, значит, что входит? Владелец, его зовут Евгений. Жень, я от всей души поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Я тебя поздравлял, когда мы все вот это калькулировали, подбирали. Говорит, я хочу магнитолу. Хочу, конечно, пионер, но поставлю, сука, TI's. TI's, говорит, это удобно. Это есть ОКО, есть ИВИ, есть Авито, ВКонтакте и так далее. Блютус и все необходимые плюшки, да, магнитолы на андроиде. Под это мы и плясали. Автомобиль Lada Vesta S-Cross или C-Cross, как-то вот так. Ну, в общем, Lada Vesta Universal. Сабвуфер типа Stealth, он, говорит, у меня есть. Мне в него нужно подобрать динамик и нужно подобрать негромкую систему с хорошим ровным звучанием и все необходимое, чтобы я это все просто подключил, ездил и кайфовал. Давайте начнем с усилителей. Усилитель в эту систему я подобрал фирмы Герц. Это начальная их линейка D-Power 4, это четырехканальник, D-Power 1, это моноблок. Ситуация следующая. У этого усилителя есть огромнейший плюс. У него есть входы высокого уровня. Что это такое? Это мы просто акустический кабель подводим вот к этому разъему, втыкаем этот разъем по входу высокого уровня и все. Нам не надо ни тюльпаны, мы на этом экономим денег. Нам не нужен рем, который вы часто спрашиваете, где его найти из замка зажигания, с кнопки, либо там с колодки. Да, но единственное, у этого усилителя есть и минусы. У него терминалы под вилку. Хорошо это или плохо? Ну, видимо, так инженеры Герца это так видят. Но у него компактный размер. Их можно поставить друг на дружку, либо вот так вот. И не занимают они много места. Ну, стабильный, хороший. В данном случае это моноблок четырехканальничек. Такой же. 12800 стоит каждый из этих итальяшек. Играть они будут у нас в передних дверях GL Audio. Все 1650. Отличнейшие динамики. Отличнейшие. Они играют лучше, чем Morale Tempo 6. Они играют с балансированием. Они могут вообще играть от 48 Герц. Резонансная частота позволяет их резать низко. Там от 63, либо от 50, если на небольшой громкости. Ну, само собой, в подготовленных за вибродемпфированных дверях. На мощных подиумах. Ну, а в задние двери мы ставим Best Balance. Коаксиальную систему. Вот тринашечка. Вот она выглядит так. Только немножко побольше, на 3 см в диаметре. Вот. Хорошие, ровные звучания. Вот совсем недавно мы собирали Hyundai Santa Fe. Вот туда мы такие ставили. И хозяин Алексей говорит, я не ожидал, что так будет хорошо играть. Так, двигаемся дальше. Медная проводка. В данном случае у нас четверочка Oris. Дистрибьютор у нас DL Audio. Все вот такие вот удобные. Они есть у Pride, у Oris, у DL Audio. В данном случае DL Audio. Сюда заходит плюс, сюда минус. Подписчики моего второго канала каждый день, наверное, видят, что мы их каждый день ставим. Каждый день используем их в своих аудиосистемах. И, ну, очень надежное, удобное, что самое главное. И красиво смотрится там на фальшпанелях и в инсталляциях. Сколько-то энное количество метров. Кабель медный, трехжильный, да? Помнишь, у тебя такая тема была? Бомж пришел сдавать свет метр. Не помнишь эту тему? Нет, кабель трехжильный, медный. Так, так, так. Термоусадка для кабеля. Клема кабеля акустический Oris. 22 метра по 120 рублей. Медного, многожильного кабеля. Вот. Этот кабель 0,5-го сечения, в данном случае это Pride, он нам нужен для того, чтобы запустить усилитель по входу высокого уровня. 0,5-й мы в последнее время используем. Процараем, подключаем. Ну, очень удобный, гибкий, прям, ну, луженый медь. Хороший кабелек. Вот, идем дальше. Стяжечки под саморез положил, попросил положить. На всякий случай мы положили сюда RCA разъем. В данном случае это Sapphire от Pride, полметровый шнурок. Но, маленький нюанс. Поскольку у нас головное устройство штатное, и в 9 из 10 машин передняя и задняя акустика порезаны по-разному, ну, это завод так заложено, да, мы должны сделать что? Мы должны подключиться от фронта. Тыл не стоит трогать. Взять корейца. Это в 9 машинах из 10, еще раз повторюсь, тыл то ли от 40 Гц играет, то ли не во всю полосу, то до 6 кГц. В общем, жопа. Жопа заключается в том, что у нас сабвуфер не играет, у нас получается обрезан он снизу, либо сверху динамики до конца не играют. Подключаем с передних дверей, да, берем сигнал с фронтальных каналов. Просто их так же ты делаешь, да, вот так раз, разветвил, разветвил, и все работает. То есть нам нужно раз, два, три пары. Вот этого кабеля хватит. Ну, само собой, Сергей, я уберусь, потому что у меня сильно... Я тут вывалил, как семечки около лавочки. Нам нужна термоусадка, нам нужны медные кольца для подключения силового провода. Нам нужен предохранитель с держателем для того, чтобы этот провод был защищен. Нам нужен рем. На всякий это ложим, просто на всякий. Он не тех денег стоит, чтобы на нем экономить. Термоусадочка, змейка для защиты кабеля, уплотнительная лента для вибро-шумоизоляции дверей противоскрипной, да? Само собой, колечки, пахучки, громкие наклейки. У нас вот видите, сейчас новые появились. Двигайся с музыкой. Такая автостиль, такая. Ну, в общем, вы будете их получать тоже, ребят, потому что после просмотра таких видео это вас подталкивает. Нам, мы рады стараться для вас. Ребят, и шумоизоляция здесь. Забыл вам рассказать про сабвуфер. В данном случае это у нас Oris серии Hook. Такие мы ставить будем в Мазду. В закрытом ящике играют просто обалденно. Как он выглядит, я вам не покажу. Здесь он тоже у нас не приходил. Ну, закончились они у нас. Хороший сабвуфер. Десяточка. Я уж распаковывать не буду вам его. Хотя давай распакуем. Вот он красавчик. Две обмоточки. Прокачивать Весту будет на ура. Очень быстрый. Ну, такой плотненький басок дает. Тоже я бы не совсем сказал, что он SQ. Ну, он, конечно, получше, чем Урал серия АК. Да, до Амореля не дотягивает. Да, JL Audio не дотягивает. А вот как раз про JL Audio. Мы сейчас собираем. С город Люберц у нас приехал автомобиль Kiosit Universal. Мы собираем подобную аудиосистему. Единственное, что акустика немножко другая. Сабвуфер будет там двенашечка. JL Audio. Самой начальной линейки. Но этот породистый американский бас любят многие. Искьюшники любят многие. Выпускники школы автозвука Сергея Туманова. В общем, прожженные автозвукиры, зная про что я говорю. У меня вот лично был W3 модель, W6. Но потом в связи с этим непонятным курсом инфляции он стоил 67 тысяч. Я, по-моему, за пятнашку на Авито продал. Ребят, а как играет аудиосистема в Kiosit, я вам, возможно, в этом видео, возможно, на втором канале расскажу. Это вам обещаю. Спасибо вам за просмотр этого видео. Обязательно. Ну, вы знаете, что делать. Всем пока, двигайтесь.